Прежде чем начать видео, хотел бы порекомендовать вам Goldify. Это сервис, позволяющий бесплатно добывать деньги с помощью майнинга и мгновенно выводить их в любимые игры, в том числе и в танки. Если у вас не очень слабый компьютер и он зачастую простаивает без дела, то Goldify поможет вам подзаработать голды на премиум аккаунт или даже премиум танк. Всё просто, качаете приложение по ссылке в описании, вводите реферальный код, чтобы получать дополнительные кредиты, выбираете игру и выбираете уровень загрузки компьютера. Больше делать ничего не нужно, теперь компьютер сам будет приносить вам золото. Всем привет, друзья! В этом видео мы поговорим о Супер Конкрере. Это новый топ Британии, замена F215B. Когда его только анонсировали, все думали, что это будет чуть более бронированный аналог, просто с передним расположением башни. Но разработчики решили переделывать немного ветку, делать британцев более бронированными, менее мобильными. Что, собственно, у них и получилось. То есть британцу наварили кучу всяких экранов. Экраны на башне, экраны на VLD-шке. Вот эти вот прекрасные, которые отбивают, наверное, почти все кумули игры. Ну, даже ББ-шки и подкалиберы тоже. Вот эти вот небольшие экранчики спасают от очень многих снарядов. Неоднократно меня спасали. Да и, в принципе, заметно танкует этот британец больше, чем предыдущий. В этом бою, кстати, нет арты. От арты этот танк страдает, как никто другой. Ну, слабенькая крышка, слабенькая корма. То есть, если снаряды какие-то сплэши рядом ложатся, то он получает довольно-таки серьезно. Но танкует вот именно обычные снаряды. Он гораздо больше, чем FV215B, если вы вспомните. Тот британец почти ничего не танковал. Да еще во лбу баки. Этот тоже критуется, в принципе, как тот. Только во лбу не баки, а боеукладка. И мехвод также во лбу критуется. В общем, по критам все у этого танка не очень однозначно. Тоже все плохо. Но зато в остальном он неплох. То есть, осталась та же пушка. Немножко изменили скорость сведения. Может быть, немного изменена стабилизация. Но это, скорее всего, связано с тем, что он просто едет медленнее. И стабилизация из-за этого выглядит чуть получше. По ощущениям. В принципе, что про танк еще рассказывать? Давайте поговорим немного про бой. Пока кинуло без арты. Еду на мураванке на правую часть карты. То есть, в так называемый лес. Почему еду в лес? Потому что в стапе очень много ПТ. И каким бы у меня бронированным не был танк. Всякие Як-Панзеры, Грилли и ФВ-4005 на мою броню внимания бы особо не обращали. Не знаю, почему тут ТСТ-ЛТ не пытается уехать от меня. Выкатываюсь на него стабильно по одному. Даю, кстати. Надеюсь, вы оценили врыв вот этот в начале батчата. Как он красиво это сделал. И улетел в ангар. ТСТ-ЛТ, конечно, очень хочется забрать. Я не знаю, почему он стоит. Просто продолжает стоять. Но тут немножко Паттон пытался мне помешать. Естественно, у него ничего не удалось. Он стреляет, не пробивает. И я спокойно добираю ЛТ-шку. И спокойно даю им дальше каток. И еще сейчас, по-моему, успеваю башню дать. По моему катку, кстати, залетает. Вон на 980 от Як-Панзера. Мне не очень нравится тот момент, что я тут сражаюсь. Один на меня врывался батчат. Ну, хорошо хотя бы прикрыли. Это вообще отлично, что прикрыли, что батчату этому не дали меня убить. Но я понимаю, что этот, ну, тот наш фланг пушит в никуда. Тут есть гриль, тут есть леопард. Они заезжают в перекрестный огонь. Они сейчас умрут. Я это прекрасно понимаю. Что, скорее всего, у этого фланга шансов продавить нет. И я не понимаю, почему у нас Супер Конкуэрер, такой же, как я, стоит до сих пор. И ничего не делает. Не подъезжает ко мне. Я уже настрелял 4000. Уже насветил 3700. Но одному мне, как бы, здесь не очень комфортно. Есть еще Як-Панзер. Но, опять же, Як-Панзер это не совсем тот танк, который должен здесь воевать. Потому что, ну, холмы, бугры, нет отсутствия башни. То есть ему здесь очень неудобно воевать. Чтобы там выехать и дать кому-то. Это обычно лучше из-за угла делать. Какого-то здесь никаких углов нет. И, в общем, Як-Панзер здесь не очень в тему. А вот Супер Конь, который стоит сзади, был бы очень в тему. Если бы Супер Конь 2 играл бы вот там на месте Як-Панзера, то спокойно. Он бы снизу стрелял, я бы стрелял сверху. И у противника не было бы особо шансов. Понимаю, что Як-Панзер хочет выйти, стрельнуть в Хэвика. И, пользуясь таймингом, стреляю в 62-ку. Но, к сожалению, 140 еще помогает, прикрывает. Пока 140 там на катке, все-таки хочу 62 кидать. Потому что она в упоре, вблизи она может на меня упороться. Если что, у нее будет слишком много ХП. Теперь она шотная, и я ее боюсь гораздо меньше. Но и у меня ХП совсем мало осталось. Как я и говорил, тот фланг полностью умер. Счет 5-7. Ситуация плачевная. У меня уже 6000 урона. Не залетает немножко в командирку Хэвика. Но я не рассчитывал на нее. Я рассчитываю на Супер Конкурора, который до сих пор стоит. Почему он стоит, не знаю. Тут вот даже Е3 пишет, что бан ФВ. Только это, правда, не та ФВ. Я бы написал бан Супер Коню. В общем, странный парень. 1700 ХП стоит, боится. Ну да ладно. Не про него речи в этом бою. 3000 уже натанчил. Вообще, бой уже по результатам хороший. И я понимаю, что он может быть очень-очень хорошим. Надо его только аккуратно доиграть. Наконец-то Супер Конь, наконец-то, начинает двигаться ко мне. Я понимаю это. Понимаю, что он сейчас будет снизу заходить. И, ну, со 140-м воевать уже нет особого смысла. Перетягиваюсь обратно на свою позицию. Углы здесь, кстати, по-моему, минус 7. Так же, как у ФВ-215Б. Только, ну, у ФВ-215Б такое ощущение было. Хотя башня расположена сзади. 62-очка хотела убежать. Незаметно, но у нее ничего не вышло. У ФВ-215Б башня расположена сзади. Но, по ощущениям, здесь даже хуже немножко УВН. То есть, на том, ну, просто чисто мои какие-то субъективные ощущения, что орудие гнулось лучше. Но, скорее всего, на деле это не так. Наконец-то суперконь помог ворваться. Я хочу тут вдогонку 140-му что-то успеть дать. Но понимаю, что, скорее всего, не успею. Пытаюсь что-то как-то гриля высветить. Но тоже безуспешно. На первой линии, первый, второй, третий, противники не стали давить. Но там особо и некем давить. Мог бы только Леопард какой-нибудь это сделать. Но нас встали в хорошую приемочку. То есть, ФВ-215 стоит вместе со 140-м на одной линии. Леопард на другой. Но они что-то перестраиваются, боятся. Я не знаю, почему они боятся. В принципе, если бы они стояли, так же перекрестка, как и они. То есть, на первой линии танчик, и здесь танчик. И все, это не пушится. То есть, это тяжело. И как бы сюда не могут проехать танки, и сюда не могут проехать танки. И так же у них. То есть, первую, вторую, третью линию, когда есть ПТ-шки какие-то, пушить просто очень сложно. В отличие от леса. В лесу все гораздо приятнее. Хоть я и медленный. 34 км в час максималочка. Но понимаю, что лучшим вариантом сейчас будет именно объехать. Убить, возможно, гриля. Пострелять, возможно, по 140, если он не уедет. А он вроде не собирается уезжать. Там играет от этой позиции. Ко мне еще едет Т-100 ЛТ. Мы вместе еще будем проходить. Как раз хорошо, если он будет проходить передо мной. Будет мне все высвечивать. Ну, этот бой осталось дело техники доиграть. Аккуратно здесь чекаю, потому что, ну, для гриля я ваншотный. Для той же бабахи тоже ваншотный. Даже при непробитии она мне фугасом, скорее всего, 550 снимет. Поэтому аккуратно прочекал. Не засветился. Дальше едем за Т-100 ЛТ. 140, я вижу, никуда уезжать не собирается. Значит, чуть подальше проехав, мы сможем его вместе с Т-100 ЛТ убивать. Там будет небольшой прострел. Боюсь, что все-таки здесь где-то гриль стоит какой-нибудь, который может стоять в двойных кустах, высветить нас и убить либо меня, либо Т-100 ЛТ. И будет все не очень приятно. Вот здесь уже примерно выезжаю на прострельную позицию 140. Видно только часть башни, но, в принципе, в нее можно попасть. И я понимаю, что пока что есть время, есть 6,5 минут. Надо постепенно, планомерно убить 140. Можно в него там попадать спокойно. Первым выстрелом не получается, но второй залетает. И 140 подставляется еще больше. Залетает третий. Я сейчас следующим снарядом поставлю фугас. Что если вдруг он башней будет сюда смотреть, то этот фугас... Ну, этим фугасом я добью. Фугасы здесь очень хорошие, 120 пробития. Но его убивает Т-100 ЛТ, и фугас мне дальше не нужен. Я думал, он сейчас заберет Ягу Т-100 ЛТ, и поэтому сначала отвернулся от нее, потом начал снова поворачиваться, но ее в итоге добили. В общем, бой подходит к концу, результаты будут перед вами. В заключении хотел бы сказать, что по супер коню. В принципе, танк очень хороший. Единственное, что ожидали от него мы немножко другого. Мы ожидали вот эту вот британская такая неплохая подвижность, ожидали плоховатую броню, а на деле нам дали какой-то... Что-то наподобие Е5-го, только чуть медленнее, ну, менее динамичный, но более бронированный. Какая-то тут более интересная броня, чем у Е5-го какие-то экраны. Вот. Ну, в принципе, мне танк понравился. За этот бой мне начислили очень много опыта. Ну, связано это с тем, что 7 фрагов, 4-300 на света, 9000 урона. С опыта на числе очень много. Результаты боя перед вами. Супер конь понравился, одобряю. Надо бы на нем побольше покатать. Ну, у меня на этом все. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok